Доброе утро, Харьков! Сегодня нам предстоит насыщенный денек и мы планируем сделать что-то полезное для вас. Всем привет! Сегодня очень жарко и мы едем в бассейн, потому что в фонтане, к сожалению, нам купаться не разрешили. Да, он еще и не работает. Друзья, мы сегодня постараемся показывать вам все харьковские открытые бассейны, которые успеем постить за один день. Это не самые большие или самые маленькие бассейны, не самые дорогие или самые дешевые, не самые плохие или самые хорошие. А просто это все бассейны, которые мы успеем сегодня объехать и которые согласились нас искупать сегодня. Спасибо им. А мы поехали. Все, друзья, с нами. Преодолев первые 500 метров, буквально, мы с вами в Пиноккио. Территориально удобный вариант для тех, кто только что вышел из оперного театра. Да, друзья, бассейн. Рядом планетарий. И звезды, и бассейн. Все сошлось вместе. Ну что, пойдемте посмотрим. На обратном пути в планетарий. Вот как ты думаешь, кого олицетворяет в Пиноккио произведение Карабас-Барабас? Не имею ни малейшего представления. Друзья, давайте это будет вопрос для всех. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто же такой Карабас-Барабас в произведении Пиноккио. Романтично. Точно. Ромео и Джейн. Шекспир, друзья. О, милая Елена, спаси меня от скуки плена. Я видя тебя на свету. Не видя, кто не зовет. Ты приди вниз, как я мечтаю, чтобы случилось это посмотреть. Лишь миг один, и я вот здесь. Друзья, здесь очень атмосферно. Есть бассейн, в который можно окунуться. А самое главное, что здесь есть, это атмосфера. Атмосфера уютная, сказочная, волшебная. Можно оказаться в центре города, пробегая ненароком, заглянув на чашечку кофе. Примечтать о чем-нибудь. Друзья, здесь хорошо, но мы побежали дальше. И мы уже в Аризоне. Ура! Ура! Пасли. Какая красота! Переделай. Друзья, надеюсь, мы сможем это передать. Аж дух захватывает. Здесь очень классно, очень красиво. Есть детская площадка. Если пришли в Аризону с детьми, то им здесь есть чем заняться. Смотрите, как увлеклась уже каруселью Лена. Аризону это то место, где хочется впасть просто. Детство! А теперь к бассейнам. Пойдемте к бассейну. К бассейну! Мы находимся, наверное, в самом популярном месте Аризоны. Потому что, как вот говорит молодой, которого зовут, кстати. Олег вовсе зовут. Олег его все зовут. Более того, у Олега репутация самого красивого бармена Аризона. Вы единственный бармен? Да, сегодня да. Сегодня да. Ну и это место, наверное, самое популярное. Пользуется спросом. Обычно у кого? Мальчиков и девочек? За них 5 дня. Сегодня будет девочка, потому что сегодня я на смене. А, то есть обычно, когда вы на смене, то сразу девочка. И я первая особо женского рода, которая с вами общается. Это просто потрясающе. Ну, расскажите, какие у вас бывают самые интересные случаи? Самый интересный случай? Самый интересный случай, да, наверное, чаще всего бывает, когда очень много девушек. Я один. И все пьют вкусные коктейли. Например, самый вкусный. Самый вкусный? Самый ваш любимый в вашем исполнении, который вам нравится. Зомби. Зомби. Почему зомби? Потому что летний, большой, прохлаждающий, сладкий, нежный. Ага, то есть люди все зомби, приходят к коллегу, и люди не зомби. Вот это было очень красиво. Как раз все мое оно. Итак, друзья, мы с администратором Максимом сейчас ответим на те вопросы, которые в основном интересуют посетителей бассейна. Цены, скидки, акции, предложения. Смотрите, давайте для начала расскажу время работы. То есть днем бассейн работает с 10 утра до 9 вечера. Будние у нас вход 150, выходные 200. Что входит во вход? Это полотенце и лежак по факту. То есть занимайте любой свободный в то время, в которое вы пришли. Печальные мероприятия у нас проходят пятница, суббота. Мы работаем с 10 вечера до 5 утра. По поводу скидок. Именинникам есть скидка минус 20. То есть там есть погрешность. Минус 20 процентов. Да, погрешность плюс-минус пару дней. На все? На вход или же на бар? Только на вход. Нет, только за стол. Стол за счет со стола минус 20. И обязательно нужно при себе иметь документы, составляющие личность. Ну что, друзья. Все в Аризону. Все в Аризону. Спасибо. Как вам может показаться, мы не в дремучем лесу. Мы в Аркаде. На территории Аркады пять бассейнов, утопающих в зелени. И мы их вам покажем. Следуйте за нами. На каждом бассейне написана глубина для того, чтобы люди понимали, насколько глубоко они могут поплыниться на эту спасу. Пойдем. Как мы выяснили, самым популярным занятием у бассейнов в Аркаде сделать селфи? Правда мы глупо выглядим, да? Ну, конечно, глупо. Редактор селфи И хоть мы не медведи, но нас клонит в сон. Нам хочется расслабиться. Меня вообще только что поразило, я даже потерял мысль, глядя на забор, который густо оплел, не знаю, что это, дикий виноград. Лена любит стиль хай-тек, а мне нравится такой стиль народное хозяйство. Мне кажется, что это сама природа заботится об отдыхе тех, кто живет в гармонии с ней. Актуальным вопросом для девочек, которые приехали в бассейн, конечно, остается тема, какую же сделать прическу, для того, чтобы не намочить волосы. Один из вариантов, вариант самый простой. Мы поднимаем волосы вверх, закручиваем что-то вот так вот, кручем. Вуаля! Ну что, один из вариантов. Сейчас по-другому. По-другому. Что делаем я? Сначала делаем вот так мошки. Это только начало. Собираем все волосики. Казалось бы так, да? Но волосы могут намокнуть. Поэтому мы берем, сворачиваем, вокруг из них. Аккуратно, аккуратно. Берем вот такую вот грибышу. Надеваем, берете, да? Одна самая, готова? Не гудеем, но можно всегда переделать. Побязательно так получается. Это крабик, которым можно. Берем крабиком, там что-то вот так вот, как раз. Настроение замечательное. Пожалуйста, Вуаля. Ну что, друзья, в середине нашего квеста мы все-таки не выдержали. И окунулись в бассейн. Вода прохладная. Обалденный воздух, сосны. Но мы едем дальше. Мы едем дальше. Ну что же, друзья, мы находимся на территории Харьковского открытого бассейна Патио. Да, здесь очень классно. Здесь обалденный воздух, высокие красивые дубы. Есть площадка, где можно покушать. Есть кафе, где можно попить кофе. Есть беседка для больших торжеств. Но самая изюминка этого, да-да-да, этого места, это веревочный городок, где можно полазить. Сначала кофе, потом городок. Итак, друзья, у бассейна чем занимались сегодня мы? Делали селфи. Селфи делали возле бассейна, общались возле бассейна. Но, это делали мы, но возле бассейна можно еще заниматься йогой, загорать. Потом возле бассейна можно банально, старомодно почитать книгу. Она не скачала ее, а купила. Утро было тихое, город окутанный тьмой мирно нержится в постели. Пришло лето, и ветер был летний, теплое дыхание мира неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко и тотчас поймешь, вот она, начинается настоящая свобода и жизнь. Вот оно, первое утро лета. Слушай, я купила правильную книгу. Итак, уважаемые друзья, мы находимся на высоте где-то 8 метров, без страховки. И ради вас, с этой высоты, мы можем посмотреть на всю эту замечательную площадку патио. Итак, друзья, что я скажу, здесь очень мило. Есть чем заняться. И вам, и вашим детям. И вот это вот тоже для детей. Это все для детей. Ну что, друзья, нам здесь очень понравилось, и мы едем дальше. Максим. Я весь во внимании, Лена. Вкуси это яблочко. Вкуси. Друзья, ну вы уже поняли, мы на территории райского сада. А настоящий. Запретный флот. Пойдемте вам покажу. Мы попали на конкурс «Прыгунул в воду» в райском саду. И сейчас мы смотрим уже финал. Собственно, все отсеялись, поехали по домам. Остался Максим еще, сейчас он тоже присоединится к этому конкурсу. Райский сад. Два замечательных бассейна. Много зонтов, которые создают прекрасную, очень нужную, в знойный день, когда солнце высоко, тень. Мало того, неограниченное количество беленьких шезлонгов. Беленьких, красивых, на которых матрасики, атмосфера. Здесь чудная, чудная атмосфера. Посетите это место. Вкусили атмосферу, идем дальше. Ну что, друзья, мы в сафари. Добро пожаловать. Друзья, только в замечательном месте, таком как сафари, мы нашли уникальный телепорт. Лена, почему ты молчишь? Ты о чем-то задумалась? Да. Я пропустила тренировку. И это проблема? Ну, проблема. Лена, мы в сафари, это не проблема. Вон площадка, пойдем, дойдем пешком. Ну что, Леночка, ты довольна? Да, очень жарко. Есть время окунуться? Нет. Поехали дальше? Да. Поехали дальше. Поехали дальше. Ну что, друзья, мы проехали 100 километров, изрядно устали, но финальный аккорд не может не радовать. Мы находимся в традиции, друзья. Пойдемте с нами, мы вам все покажем. Мы приглашаем вас. Поехали дальше. Что говоришь, мальчик? Илья, что сделал? Ты серьезно? И поэтому ты не купаешься? Я на Максима не суеверный. Абсолютно. Я считаю, друзья, что это не касается бассейнов. Да, это, наверное, касается водоемов, потому что озера впадают в реки, реки впадают в моря, моря впадают в океаны. Моря не впадают в бассейны. Если кто-то считает не так, пишите в комментариях, пожалуйста. Но я считаю, что моря в бассейны, а тем более океаны в бассейны точно не впадают. Ну, никак. Ни покемом. Невозможно. Мальчик, можешь купаться. Да, давай. Можешь купаться. Молодец! Супер! Я его нашел. Кого? Это очень редкий. Это очень редкий покемон. Я пошел. Неужели снова? Друзья, мы сегодня отлично провели время. Мы проехали более 100 километров. И посетили 8 открытых харьковских бассейнов. Громадное спасибо за аэросъемку Юрия Кривошапкина. Все, что вы видели сегодня, не реклама. Мы надеемся, что у вас сложится свое объективное мнение относительно каждого из бассейнов. Да, друзья. Если кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что бы вам хотелось еще узнать про наш замечательный город. Мы надеемся, что мы, как и обещали, сделали что-то полезное для вас. До новых встреч! Да, от души. Спасибо вам всегда. Субтитры сделал DimaTorzok